Париж Париж Но сегодня я решила выпить кофе не в Fouquet, а в новом кафе, открытом совсем недавно в районе Золотого Треугольника. Авеню Георга V – одна из самых престижных улиц в Париже. Здесь много модных бутиков, ресторанов, ночных клубов и самых дорогих и знаменитых гостиниц. Здесь же находится американский кафедральный собор, построенный в неоготическом стиле в конце XIX века. Здесь на этой улице Тхэмуай номер 10 открылась новая кафе, называется Ньюансы. Оценки в интернете 5 баллов. Мне стало интересно, что это за кафе. Вот это кафе, совсем маленькое. Интересный декор здесь. Селиков нет, то есть совсем маленькое кафе, просто выпить кофе и это. Но, слушайте-ка, причина замечательная, мне очень понравилась. И мой приятель взял мука, мука, по-французски, на вододарение, ребята, на последнем слоге, пожалуйста. А сейчас попробуешь, скажешь, да? На вкус. Сейчас в этом кафе будут делать рекламные фотографии, поскольку кафе новое, только что открылось. И вот сделают фотографии для рекламные, для местных, для местной прессы. Это очень хороший Чандре. Кстати, здесь вкусная французская кухня. И еще одна знаменитая улица Золотого треугольника – Авню-Монтейн. Самое модное место в Париже считается протяженность этой улицы 615 метров. И здесь сосредоточены модные дома легендарных кутюрье со всего мира. Здесь собираются парижские бумонды и самые известные личности со всего мира. Сто лет тому назад, в начале 20 века, на улице Монтейн открыли новую большую гостиницу – Плаза. В то время не было на этой улице дорогих магазинов, а были традиционные парижские кабары. И предназначение улицы было театральным, светским. Первый директор гостиницы придумал, как отличить Плаза от других отелей с подобным именем. И добавил к названию слово «Атене». В гостинице находится один из лучших гастрономических ресторанов в Париже – шеф-повар Ален Дюкас. И, наверное, не случайно главная героиня фильма «Дьявол носит Прадо» выбирает эту гостиницу. И, конечно, только здесь, в номере с видом на башню господина Эйфеля, она могла себя чувствовать как дома. Красный цвет – это фирменный цвет гостиницы. Цвет страсти, жизненной силы, моды, цвет вина и мяса – цвет хорошей жизни. А теперь отправимся на юго-восток Парижа в 13-й округ. По дороге я решила пообедать на одной из старинных улиц города – это улица Дуфины. Здесь недавно открыли новый ресторан корейской кухни. Оценки в интернете были 4-2. Сегодня мы обедаем в корейском ресторане на улице Дуфин в Париже. Ну и сначала приносят много-много ананасных закусок. Это типичное для корейской кухни. На закуску возьмем сначала равью-ли, жареные пельмени. Так, я взяла супчик с корейскими, с пельменями корейскими. Здесь рис, сух, очень вкусно. А это пульбоги, называется пульбоги. Супчик очень вкусный. Знаете, как ни странно, в такую жару, вот такой горячий, очень горячий, вкусные пельмени с рисом. Очень вкусно, мне понравилось. Мы в 13-м округе Парижа. Об этом округе у меня есть отдельное видео, смотрите по ссылке. И здесь проживает достаточно большая община из стран Юго-Восточной Азии. 29 сентября в этом году начало праздника середины осени. Отмечается он в Китае, на Тайване, в Японии, Корее, Вьетнаме. История этого праздника связана с легендами о богине Луны. Непременный атрибут этого праздника – это фонари и лунные пряники. Все знают о китайском Новом Годе, который широко отмечается в Париже. Но знаете ли вы о лунном фестивале? Это второй по значимости фестиваль для китайцев. И каждый год в 13-м округе Парижа проходит фестиваль «Середина осени» или «Лунный фестиваль». Продлятся праздники до 8 октября. В культуре Юго-Восточной Азии луна не только украшает ночное небо, но является частью народной культуры. 15-я ночь по лунному календарю – ночь полнолуния. И в этот день полная луна, круглая, яркая, символизирует единство и сплоченность семьи. Парижане очень любят такие праздники, такие фестивали. Это возможность пообщаться с друзьями, повеселиться, попробовать азиатскую кухню. Но вы сами можете заметить, что почти везде, хотя рынок очень большой, но почти везде стоят очереди попробовать то или иное блюдо китайской кухни. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И до новых встреч на канале «О Франции не только». Пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok